Так впервые у апреля появился свой собственный дом. Это праздник не только для сотрудников центра, но и для родителей и детей. Дочеря Малсуги Затульной по 15 лет. Девочки родились с диагнозом ДЦП. Своих друзей поддержку они нашли здесь. Психологически они меняются. У них настроение хорошее. Они прямо с желанием сюда идут. У меня с вечера начинают спрашивать, мама завтра поедем туда? Я говорю, да, поедем в апрель. Если в начале пути центр «Апрель» занимал площадь, равную трехкомнатной квартире, то сейчас здесь большие кабинеты и современное оборудование. Помогает в центре не только самим ребятам, но и родителям. Осуществляется поддержка, помощь, в том числе психологическая, родителям детей-инвалидов. Это очень важно. 14-20 дней он прошел реабилитацию. Все остальное время он находится дома, в семейном окружении. И поэтому важно для нас обучить маму, папу, бабушек, дедушек работать с этим методологическим материалом. Сейчас мы находимся в кабинете сенсорной интеграции. Именно здесь детишки могут максимально расслабиться, потому что в этой комнате звучит очень приятная и успокаивающая музыка. Кроме того, здесь же они могут и развиваться, потому что на полу здесь установлен специальный интерактивный датчик, который реагирует на все движения ребенка. Уже сейчас центр имеет все необходимое для работы. Одномоментно здесь могут принять 60 детей, а за год реабилитацию пройдут более 500. Лучшие специалисты, самые современные оборудования и методики. Это стало возможным благодаря проекту Минтруда «Сможем вместе». Причем со временем возможности центра будут только расти. У нас правда больше возможностей. У нас есть три сенсорки очень хорошие. У нас будет физиотерапевтический кабинет хороший. Соленую комнату мы также организуем. То есть приобретается еще новое оборудование. Кроме реабилитации на ранней стадии, центр совместно с Министерством труда и занятости помогает и в дальнейшей жизни. Многие подопечные в будущем будут трудоустроены. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин